Я леду в лодку Волково высокий. Он умел работать с избирателем. Умел справляться и с бизнесом. У нас в районе 40 управляющих компаний. Ну, конечно же, есть компании, где один дом, два, пять домов. Есть компании более крупные. В первую очередь, с рынка, предположительно, уйдут компании мелкие. Там, где вот есть стол, ручка, листочек, так сказать, бухгалтер и директор. Ну, конечно, такие компании нам не нужны. И, вероятнее всего, они с рынка уйдут. Потому что у них просто иногда не хватает средств для правильного, грамотного, эффективного обслуживания. У самого Волкова и его управляющей компании «Прогресс плюс» денег хватало. Как выяснило следствие, их он на протяжении четырех лет брал у жильцов незаконно. Ведь они эти средства перечисляли в счет оплаты услуг ЖКХ. Суд установил, что Волков действовал совместно с директором управляющей организации. Теперь заседания КЗС не будут разнообразить его вызывающие выступления. Вот и мне сегодня указали на мое место. Меня пересадили от коллег-единоросов. Вероятно, чтобы я не повлиял как-то, чтобы они перешли в группу независимых депутатов. Но я сейчас не об этом. Я прошу на сегодняшней сессии поставить вопрос в повестку о отзыве председателя Алтайского краевого законодательного собрания Романенко Александра Алексеевича. Коллегам-единоросам Волков после такого громкого дела может немного подпортить рейтинги. По крайней мере, так считает политолог Константин Лукин. В любом случае, это будет удар по рейтингу «Единой России», которые и так падают. При том, что именно падение рейтингов связано либо с какими-то сумасшедшими громкими заявлениями, либо с коррупционными скандалами. Конечно, негативно окажет влияние на партию, несмотря на то, что Андрей Волков вышел из «Единой России», после того, как те приостановили его членство после того, как уголовное дело в суд было передано. Политолог считает, что сейчас на довыборы по округу Волкова у партии готовых кандидатур нет. Всех готовили к выборам в 2021 году. Но в любом случае нужно еще лишить осужденного депутата мандата. А это произойдет не раньше вступления приговора в законную силу. Еще будут последователи, еще будут независимые депутаты, кроме меня.